Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. А если так получилось, люди не знали, и зачат был ребёнок в каких-то других эмоциях, и мать очень много в стрессе находилась, это отразится на жизни ребёнка? Несомненно. Идеально в жизни ничего не бывает. Здесь правило идеальное, но в жизни понятно. Всё может быть по-другому. В этом случае есть духовная практика, которая вымещает все плохие самскары впечатления. А можете немного рассказать про эту практику? Духовная практика? Но тут вопрос деликатный, честно скажу. Потому что публично об этом говорить сложно, потому что это настолько деликатный вопрос. Вот что у человека в сердце? Сегодня мы имеем дело с людьми, которые о Боге ничего не знают вообще. Поэтому мне трудно говорить о духовной практике во всём слышно для всех. Нужно хотя бы иметь какую-то веру в Бога нормальную, ну здоровую, не фанатичную, не религиозную, современную. Человек говорит, что моя религия, твоя религия. Одна религия всего, Бог-то один. Если человек это понимает, можно начать духовную практику. То есть я не готовлю, скажем, христиан, чтобы бороться с исламом. Конечно. Я не готовлю мусульман, чтобы бороться с христианством. Не для этого религия создана, а для того, чтобы следовать пророку своему в сердце. И ни с кем не соперничать, не конкурировать. Чтобы не было никакой вражды. И если мы готовы именно так действовать, тогда можно говорить о духовной практике. Духовно означает то, что связано непосредственно с Богом, контакт с Богом. Молитва не всегда связана с Богом, потому что смотря что человек просит. Убей моего врага. Это что за молитва вообще? Это что, нужно Богу, что ли? Я из ненависти обращаюсь к Богу, видите? Нет, сначала сердце от ненависти очистит. Значит, как ты обратишься вообще? Для тебя Бога и нет фактически. Для тебя существует только твое желание. А Он исполнительных твоих желаний. А тебе нужно понять Его волю. А как? Нужно очистить сердце. Но духовная практика, прежде всего, это очищение. Сначала нужно очищение. Чистая пища освященная нужно принимать. Чистые браки. Вот эти всё для этого даются, чтобы человек путём очищения шёл. И в ведической культуре используются мантры медитации. Медитации. Медитации, например, в исламе это 99 иммуналаха, на которые можно медитировать, произнеся их. Потому что каждое имя имеет свои значения. Когда-то я попросил принести мне вот эти имена с переводом. 99 иммуналах. Я помню, два часа сидел и читал, и не мог оторваться. Заново, 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 заново. Потому что такие смыслы очень похожи. Есть такие, как будто бы почти одно и то же. И всё же из разной оттенки. И он сидел. Я был поражён. Честно говоря, я соприкоснулся с Богом. Я думаю, почему люди это не выделывают? Почему они Богу обращаются и не интересуются им самим? Вот что такое духовная практика. А в ведической культуре? В ведической культуре, ну, там всё ясно, прописано. Как, собственно, и в любой культуре. Пророки всё ясно сказали. Есть заповеди, прям по номерам. Десять заповедей, допустим. И две Иисус дал, которые включают всё. В ведической культуре всё описано подробно. Для мужчин, для женщин, для воспитания, для разных классов людей, для разных укладов духовных людей. Всё подробно описано. Делай так и получи результат. Это вот в Бахавадгите всё описано? В Бахавадгите описано как квинтэссенция. В сжатой форме. Поэтому не всегда человек может распознать, о чём там речь идёт. То есть нужно ещё обсудить эту вещь, раскрыть комментарии нужные. Но есть гита с комментариями, понятное дело, что она поможет, безусловно. Но нужно внимательно читать регулярно эти вещи. И постепенно это войдёт в жизнь и, несомненно, будет успешной жизни.